МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа объектив итоги в студии Анны Акрамовой. О последних событиях в этом выпуске. Коротко о главных темах сегодня. Экология, экономика, медицина, поддержка сфер культуры и спорта. 16 января глава региона Евгений Куйвышев на ежегодной пресс-конференции ответил на шесть десятков вопросов федеральных, региональных и местных средств массовой информации. Хэппи-бездэй! Свердловская область. Регион отметил свой 85-й день рождения масштабным гражданским форумом, объединившим более тысячи активных уральцев. 1650 новоуральцев окунулись в Крещенскую купель с 18 по 19 января на территории базы отдыха «Казантип» на акватории Верхневенского пруда. Из выпуска также узнаете, зачем в новоуральскую гимназию сегодня приехал депутат ЗАГС Собрания Свердловской области Игорь Аксенов, о необычном празднике «День снега» и о том, почему суровые водители на Уральска не закрывают двери в автобусе, когда на улице минус 10. Подробности далее. В минувшие выходные православные всего мира отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. На Среднем Урале подвели итоги крещенских купаний. В Свердловской области в ходе празднования в купели окунулись около 68 тысяч человек. Самыми популярными водоемами у Свердловчан стали озеро Шортаж в Екатеринбурге и Тагильский пруд в Нижнем Тагиле. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Свердловской области, в Екатеринбурге окунуться в проруби отважились 32 тысячи человек. Каких-либо происшествий в ходе крещенских купаний в регионе допущено не было. К крещенским купаниям присоединился и губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Процесс ныряния в прорубь глава региона опубликовал в соцсетях. Церемонию погружения в купель Евгений Куйвышев записал на видео и выложил на своей странице в Инстаграм, сопроводив ролик подписью с крещением. Традиционно в Новоуральске прошла праздничная служба. Была освещена купель на городском пляже, и все желающие окунулись в Крещенскую и Ордань. В этом году, кстати, желающих окунуться было больше, чем в прошлом, примерно на 300 человек. Тему продолжит Альбина Бабкова. Съемочная группа Новоуральской вещательной компании прибыла на Казанти примерно в половине 11 вечера. Надо сказать, что в это время народу у Иордани было еще немного, а вот ближе к полуночи желающих окунуться в Святую Воду стало гораздо больше. Даже образовалась небольшая очередь. Мужчины и женщины, взрослые дети, молодежь и люди почтенного возраста. В ночь с 18 на 19 января у Крещенской купели собрались все, для кого купание в Иордане не просто хорошая традиция, а вера в очищение. Каждый год хожу, купаюсь для здоровья, не болеем, веруем, так что очень хорошо. Себя потом чувствуешь неделю, наверное, на подъеме. Ну вообще не первый год окунаемся, хорошо, потом будет очень хорошо. Спасибо. Знаете уже по опыту, что будет все хорошо. Да, будет все хорошо. С целью оздоровления, омоложения. Никогда не болеете после? И до, и после. На год хватает. Мы вот с другом ходим каждый год. Не знаю, у нас просто так традиционно. Да, со школы. Он меня зовет, я иду. Сначала отказываюсь, потом иду. Никогда после не болели? Нет. Нет. Праздник наполнен особым смыслом. Соблюдаем традицию, закаляем тело и дух. Ну для чего вам кажется это надо? Вот именно вот все? Традиция зародилась с древности, просто, то есть народ соблюдает их, все супер, все здоровы. И как переносите, нормально? Отлично, отлично. Даже если первый раз страшно, забыть обо всем, перекреститься, прочитать молитву и все будет хорошо. У кого-то хватало сил лишь на одно слово. Эмоции отымовения, хоть и хлестали через край, выразить было очень сложно. Хорошо. Грехи сми. Офигенные. Как ощущения? Вообще. Удивительно, но купались даже дети. Можно только восхититься их в смелости и силе духа. Надо отметить, что у купеля дежурили спасатели и медицинский работник. К счастью, обошлось без несчастных случаев. Чтобы Бог простил все грехи. Для чего купался? Просто. Для ощущений. Да. Класс. Страшно было? Нормально. Молодец. А кто-то просто пришел поболеть за своих близких, окунуться в благостную атмосферу и приобщиться к праздничному настроению. Просто так, из любопытства, посмотреть. Ну и праздник такой хороший, Крещение Господне. Поздравляем. Поздравляем с замечательным праздником. С Крещением Господним. Да. Ура. Будьте счастливы. Наши друзья купаются, им очень понравилось. Вообще прекрасное мероприятие. А вы сами что? Мы сегодня просто не всем готовы, потому что, ну, надо подготовить организм к этому мероприятию. То есть, ну, не так сразу все. Я думаю, что я искупаюсь, потому что я настраиваюсь сейчас, потому что я никогда не купался, но хочу искупаться, потому что доказать себе и людям, что нужно очистить грехи в этом мире. Вообще страшно? Ну, конечно, страшно. Ну, как? Ну, сегодня не холодно. Можно идти. Церковь говорит нам, что грех омывается не водой, а искренним и сердечным покаянием. На самом деле, сама традиция погружения в Иордань имеет для людей символическое значение. Для многих это будто начало новой жизни, надежда изменить что-то к лучшему. Кстати, температура воды в крещенскую ночь была минус 2 градуса, а температура воздуха минус 7. Многие купающиеся отмечают, что окунаться в крещенскую воду легче, когда на улице морозно. 1650 человек, ночью 350, остальные окунулись днем 19 января. Для сравнения, в прошлом году 1300 горожан посетили крещенскую купель. А в Новорайском храме в ночь с 18 на 19 января шло праздничное богослужение. Множество верующих посетили его. Днем 19 января навуральцы потянулись за крещенской водой. Свойства крещенской воды исследуют ученые со всего мира. Доказано, что именно в эти дни биоактивность воды возрастает в разы. Считается, что пить такую воду надо регулярно, желательно каждый день и натощак. Она великолепно поднимает иммунитет и делает человека устойчивым ко многим инфекциям. К примеру, если ребенка регулярно поить такой водой, он будет реже простужаться. Полезно не только пить крещенскую воду, но и умываться ею. Также будет не лишним поить крещенской водой живность и поливать растения. Все будут прибавлять в весе и активнее расти. Многие люди задаются вопросом, сколько дней крещенская вода считается святой и сколько дней ее можно набирать. По словам священников, она считается крещенской с 18 на 19 января. Так уж сложилось исторически, что ведется две литургии, после которых освящается вода. Одна вечером, вторая утром. Поэтому ее можно набирать на протяжении двух дней. В свято-серафимовском храме 19 января многолюдно. Капля моря освящает, можно и в чай, и утром на голодный желудок полезный. Вот так вот, только как лечебная сфера, перекрестясь, как в христиане. Мы понемножку считаем, что нужно пить. Потом я почему-то считаю, что детям особенно, там, кемечка можно сбрызнуть, умыть даже ею. То есть особенная сила в этой... Это просто стоит, да. Чтобы ее на дольше хватило, допустим, свою фильтровую нальешь и часть вот этой. Можно все сделать. И глазки помыть, и умыться. Я использую ее натощак пью. Внука, когда сглазит, тоже его сбрызгиваю, умываю. Ну, как бы, сама, тоже от сглаза, думаю, что мне помогает. Это психологически, чисто каждый сам себе думает, что это полезно, вот и пьет. Крещение Господне – это христианский праздник, установленный в честь событий евангельской истории – крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Это один из главных праздников в православном календаре. В Новорайске крещение всегда отмечали с особой тщательностью и подготовкой. Вот в этом году праздник собрал тысячи верующих и стал символом надежды, символом веры в хорошее и символом добра. Альбина Бабкова, Никита Евсеев, Дмитрий Дедюхин, Антон Пылаев. Объектив. Итоги. Открытый диалог. 150 представителей федеральных, региональных и местных средств массовой информации 16 января присутствовали на большой пресс-конференции губернатора Свердловской области. Мероприятие прошло в пресс-центре стадиона Екатеринбург-Арена. Глава региона общался с журналистами два с половиной часа, ответив на вопросы о развитии региона, состоянии сфер здравоохранения и образования, об инфраструктурных преобразованиях в городах и селах Среднего Урала. Речь шла также о международных деловых, культурных, спортивных проектах Свердловской области. Представители СМИ задали Евгению Куйвашеву более 60 вопросов. Мария Антонова продолжит тему. Ежегодная встреча главы Свердловской области с журналистами прошла в пресс-центре стадиона Екатеринбург-Арена. Выбор места проведения конференции не случайен. Он обусловлен особой значимостью площадки для нашего региона. В 2018 году на реконструированном стадионе на высоком организационном уровне прошли матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, благодаря которым Свердловская область подтвердила статус территории, включенной в глобальные коммуникации. Губернатор ответил на шесть десятков вопросов о развитии региона, состоянии сферы здравоохранения и образования, об инфраструктурных преобразованиях в городах и селах Среднего Урала. Речь шла также о международных деловых, культурных, спортивных проектах региона. Евгений Куйвашев отметил, что в юбилейный для региона год, 17 января Свердловская область отметила свое 85-летие, Екатеринбург станет площадкой таких значимых мероприятий, как Чемпионат мира по боксу и глобальный саммит производства и индустриализации. Он пройдет на площадке Иннопром-2019. На традиционной пресс-конференции губернатора говорили и о развитии промышленных кластеров региона, в частности о перспективах особой экономической зоны Титановая долина, где завод «Боинг» открыл самый большой в мире цех по металлообработке. Что касается сельского хозяйства, продовольственной безопасности региона и цен на продукты питания, то ответ Евгения Куйвашева на вопрос журналиста вызвал не только настоящий фурор в социальных сетях, но и уже получил поддержку производителя – кицефабрики «Ревтинская». Напомним, речь о том, что в продаже на территории страны и области появились упаковки из девяти яиц, которые стоят столько же, сколько десяток. На Урале упаковка будет всегда 10 яиц. Нет, я сейчас дам поручение, на Урале упаковка будет не менее 12 яиц. Даже не сомневайтесь в этом. Что касается мониторинга цен, действительно, мы занимаемся этим. Этим занимаются много и контролирующих органов, и ФАС, которые предостерегают производителей продавцов о сговоре. Работает министерство, безусловно. Мы оцениваем возможности и всегда работаем с необоснованным завышением цен. Эта работа действительно ведется. Но так или иначе, с уровнем инфляции, конечно же, будет рост цен. Иначе мы просто погубим нашу промышленность. Здесь нужно выдерживать некую середину. Птицефабрика Ревтинская уже начала выпуск упаковки с 12 яйцами по цене десятка. Продукция уже поступила в продажу в фирменные магазины предприятия. Широко обсуждались и вопросы медицины. Губернатор отметил, что медикам вручают жилищные сертификаты. Увеличен набор в медицинский вуз для целевиков, который называют губернаторским набором. За пять лет в регионе планируют ликвидировать нехватку узких специалистов – онкологов, кардиологов, невропатологов, нейрохирургов в межмуниципальных центрах. А в малых и средних городах медучреждения наполнят врачами общих практик, терапевтами и средним медицинским персоналом. Журналисты из Верхней Салды задали вопрос о квотах на проведение операций по эндопротезированию в Нижне-Тагильском, Уральском медицинском центре Владислава Тетюхина. Спасибо вам большое. Поверьте, я очень сам уважаю и по-человечески люблю этого человека, Владислава Валентиновича. Ему огромное спасибо, безусловно. Когда он реализовывал этот проект, ему не хватало денег для реализации. Как вы знаете, в понимании того, что этот центр нужен, мы помимо Владислава Валентиновича, мы областным бюджетом вложились почти полтора миллиарда рублей туда. Это наш совместный проект. Что касается эндопротезирования, у нас действительно в том числе и благодаря этому центру, сегодня в регионе нет очереди на эндопротезирование. Ее нет. До реализации этого проекта очередь составляла 3-5 лет. В наших соседних регионах очередь, я сейчас не буду говорить, чтобы не обижать никого из коллег, очередь до 2-х лет. Вопрос перераспределения квот, конечно же, главным образом лежит на федеральном центре. Мы обращались несколько раз. Безусловно, трансформация перераспределения квот, она назрела. Я уверен, что коллеги из федерального центра, они благодаря в том числе и нам знают эту проблему. Они получают от нас регулярные письма. И эти вопросы с большой чистотой поднимаются на заседании коллеги Министерства здравоохранения. Главный редактор Новоуральской вещательной кампании задала губернатору вопрос об изменении системы сбора твердых бытовых отходов. Какие системные подходы будут реализованы для улучшения экологии региона и городов, куда будут направлены деньги жителей? Ведь платежи за вывоз мусора значительно выросли. В частности, в Новоуральске региональный оператор озвучил сумму в 130 рублей с человека. Мусорная реформа, как ее называют, конечно же, это первый шаг к наведению порядка в этой сфере. Безусловно, это первый шаг определения маршрутизации мусора. Куда мусор будет идти? Как он будет сортироваться? Если взять в ту пору, когда я еще работал, начинал работать в муниципальной службе, процент извлекаемого мусора достигал не более 5-7%. Упаковка другая была. Можно было в магазин прийти, купить мясо, завернутое будет бумажку, и, собственно, перерабатывать там нечего. Не было такого огромного количества пластиковой, стеклянной упаковки и картонной упаковки. Сегодня с реализацией нашей пищевой промышленности, не только пищевой, бытовой техники, изменился состав мусора. И сегодня извлечение мусора может подвергаться для вторичной переработки в некоторых случаях до 70%. Что касается в Новоуральске, уже в этом году, там, кстати, будет, если мне память, да, в Новоуральске будет строительство сортировочного завода, который будет, собственно, заниматься разделением этого мусора. А, соответственно, на захоронение, то, что раньше сваливалось все в общую кучу, и никто не занимался этим, сегодня захоронение будет подвергаться до 30% от того, что сегодня мы имеем. Основная задача реформы – это улучшение экологии и переработка 70% отходов, что на порядок выше современного положения дел. В Новоуральске сортировочный завод построят на территории полигона ритуал. Но это полдела. Необходимо воспитать и у жителей привычку сортировать бытовые отходы и бережно относиться к природе. На вопрос о финансировании проектов по созданию комфортной городской среды в 2019 году Евгений Куйвышев Новоуральской телерадиокомпании пообещал продолжить поддерживать проекты муниципалитетов, отметив, что повышение качества и условий жизни во всех населенных пунктах Свердловской области – это приоритетная задача и региональных, и муниципальных властей. Главе региона были заданы вопросы по поддержке культуры, спорта и молодежной политики. Губернатор отметил, что в 2019 год – год театров – областной бюджет выделит 200 миллионов рублей на ремонт и оборудование и гастрольную деятельность театральных коллективов Среднего Урала. Особое внимание – популяризации здорового образа жизни и спорта. В частности, журналисты поинтересовались, как удалось хоккейной дружине «Автомобилист» стать лидером группы и одержать громкие победы над самыми именитыми соперниками. А что касается «Автомобилиста», ну, конечно, я радуюсь вместе со всеми, кто болеет за нашу команду. И, понимаете, я благодарен и Андрею Анатольевичу Казицу, но больше бюджетные деньги на поддержку профессионального клуба не выделяем. Мы как выделяли по 300 миллионов рублей, так и выделяем. Только эти деньги из «Автомобилиста» идут на развитие детского спорта. Вот те арены, которые мы с УГМК строим сегодня по всему региону, а у нас их уже достаточное количество, и мы будем дальше продолжать это делать, способствуют развитию детского спорта на местах. Летом этого года мы будем введем в эксплуатацию, она уже в очень хорошем процентном готовности, Академии хоккея. Отметим, что Евгений Куйвышев и сам крепко стоит на коньках, участвуя ежегодно в матчах, организованных Антоном Шипулиным и его благотворительным фондом. Кстати, с именитым биатлонистом губернатора связывают дружеские отношения. И не исключено, что талантливый спортсмен может продолжить карьеру как политик. Особое внимание лидер Ствердловской области уделил журналистам молодежных средств массовой информации. Наша съемочная группа после пресс-конференции поинтересовалась у участников встречи о вопросах, которые они задали губернатору, и о том, какие получили ответы. В этом году нам удалось задать сразу два вопроса. Первый вопрос о том, как губернатор ведет свой инстаграм. Он рассказал, что он ведет большинство постов, делает сам, и фотографии выбирает с коллегами. И удалось спросить про такой самый у нас проблемный в городе вопрос, про цирк. Сейчас он под угрозой закрытия до сих пор, из-за непоняток с пожарной безопасностью, с руководством. Вот нам удалось узнать, что дальше с ним будет. Я стараюсь постоянно бывать на пресс-конференциях у губернатора, потому что мне, во-первых, интересна информационная повестка, которую он формирует. Он дает нам ключевые понятия о том, чем должен жить регион, и как мы в медийной сфере, в своих коммуникациях должны работать с населением, с властью. И какие акценты расставлять вот в этом вопросе. Мне вообще сегодня очень понравилась пресс-конференция, она была самой продолжительной, мне кажется. Он сам изменился. То есть видно, что вот эта работа для экспо, работа на других площадках, она изменила его самого, потому что было интересно. Он отвечал на любой вопрос. Я думаю, что были бы самые хитрые, еще были бы жесткие вопросы, он бы и на них смог ответить. Отметим, что в этот же день, 16 января, глава региона провел и традиционный прием для средств массовой информации. Евгений Куйвышев поздравил журналистов, работающих в Свердловской области, с Днем Российской Печати и поблагодарил Уральское медиасообщество за инициативность и неравнодушие к судьбе нашего региона и всей страны. Губернатор подчеркнул, что мощный медиарынок – это один из брендов Свердловской области. Мария Антонова, Лидия Голубева, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги. Одним из главных событий минувшей недели регионального масштаба, безусловно, можно считать празднование 85-летия Свердловской области. В день рождения региона, 17 января, в Екатеринбург-экспо прошел масштабный гражданский форум «Свердловская область. Регион будущего». На эту тему вместе с жителями других муниципалитетов рассуждали и навуральцы – участники общественной палаты, активные ветераны и представители молодого поколения города. Вместе с делегацией Навуральска масштабное событие посетила и съемочная группа НВК. Подробности далее. Главным организатором гражданского форума выступила общественная палата региона. Как рассказал ее председатель Александр Левин, у общества есть определенные потребности, и все усилия и власти, и деятельность общественных организаций должны быть направлены на удовлетворение этих самых потребностей. «Сегодня запрос у людей, как ни странно, на две вещи – на справедливость и на счастье. Счастья не хватает. Как его достичь? Чтобы каждый из нас был счастливым в нашей замечательной Свердловской области. Вот для этого мы тоже сегодня здесь собрались». Конечно, речь не идет о создании так называемого «Министерства счастья», но подчеркивается важность совместных действий властей всех уровней и общества. Президент Владимир Путин в одном из своих выступлений подчеркнул, что без гражданского общества органам власти и чиновникам не осилить реализацию национальных проектов. На пленарном заседании было отмечено, что последовательное выполнение указов президента закреплено и в программе «Пятилетка развития». «У нас есть программа «Пятилетка развития Свердловской области», инициированная нашим губернатором, которая была подготовлена с учетом мнения экспертов и населения и сегодня полным ходом реализуется. А каждый уральец, по сути, своими делами и поступками создает лучшее будущее для себя, для своей семьи и для своего региона. А чтобы быстрее добиться этого, наши предприятия, города, государственные управления должны быть действительно умными, цифровыми и современными». «Урал – опорный край державы. Наши предки сделали все, чтобы область по праву считалась именно такой. В годы Великой Отечественной войны на Урале ковалась победа. Отсюда по всему Союзу звучал голос Левитана и уходил на фронт добровольческий танковый корпус. Сейчас наш регион должен оставаться в лидерах по всем направлениям». «Гражданский форум» собрал более тысячи человек, жителей самых разных муниципалитетов региона. И самое главное, он собрал представителей разных сфер деятельности. Развитие гражданского общества невозможно без активного развития, в том числе и бизнеса. Хотя, как и в других направлениях, здесь есть свои проблемы. «Задача гражданского общества в том числе объяснить нам, всем населению, людям нашим, что все зависит от вас. То есть, если вы возьметесь, создадите для себя хорошую среду, и так сделает каждый, то и вся среда будет лучше». В развитии активного гражданского общества, безусловно, заинтересованы власти. В Свердловской области активно ведется создание предприятий, представляющих социальный бизнес. Оказывается, помощь и различным общественным организациям. «Не просто поддержка ради поддержки, а сознательное привлечение социально-инитирования некоммерческих организаций к участию в реализации социально значимых проектов для всей Свердловской области. А в рамках общей программной деятельности и проектной деятельности наших органов исполнительной власти мы прекрасно понимаем, что если у нас общественная организация в этой деятельности принимает участие, она реализует такой-то, такой-то проект, то мы в целом для Свердловской области получаем вот такой позитивный результат». О том, что 85 лет – это солидная дата, и уральцами накоплен колоссальный опыт, как положительный, так и тот, повторение которого недопустимо понимают все участники форума, вне зависимости от возраста. На форуме громко звучал голос представителей муниципалитетов Свердловской области. Перед собравшимся была озвучена задача не допустить создания вакуума в малых городах, сделать все, чтобы молодежь оставалась на своей малой родине и возвращалась в города, если образование получают в мегаполисе. Добиться этого можно путем подключения молодых уральцев к решению городских проблем. Тем более желание и задор у молодежи есть. Некий патриотизм, некое вдохновение, хочется что-то делать, делать для области, участвовать в этом, по крайней мере, у активной молодежи появилось такое желание быть непосредственным участником в том, что планируется в Свердловской области на ближайшее время. В развитии малых городов заинтересованы и представители казачества. Нынешние казаки активно принимают участие в патриотическом воспитании молодежи, охране общественного порядка. Есть еще у казачества и другие предложения по развитию региона. У нас основная задача стоит не находиться в городе, в городской среде, а задача основная стоит у нас расселить город. То есть нет смысла всем толпиться в этом городе, никакого. Поэтому мы очень радеем за расселение города, то есть это экологические поселения или этнические поселения в виде хуторол, станиц. Причем вот я недавно совершенно слышал, что говорят о том, что где таких людей найти, мы есть, вот мы готовы взять, выехать из города и готовы заселиться и вести свой образ жизни. Проявить свою активную позицию молодежь может в разных сферах, в спорте, культуре и, конечно, полезными обществу можно быть посредством помощи ближнему. Удачно в Свердловской области развивается волонтерское движение. 2018 год был объявлен годом добровольца и можно сказать, что именно благодаря тому году волонтеров Российской Федерации возросло очень много. И можно заметить, что добровольчество стало развиваться лучше. И люди тянутся к этому, потому что они готовы совершать какие-то добрые поступки на безвозмездной основе. И, в принципе, добровольчество, оно нужно и оно будет развиваться дальше. Вы стали добровольцем, волонтером по долгу службы или все-таки по зову сердца? Я думаю, что по зову сердца. Где родился, там и пригодился. Название одного из направлений дискуссии, которая прошла в рамках гражданского форума. Его участники уверены, что везде, где можно жить, можно жить хорошо. И иной раз складывается ощущение, чем меньше город, тем больше его любят жители. И тем активнее они участвуют в улучшении своего муниципалитета. Это касается и на Уральском. Жители, да, они так сосредоточены на своей территории, но, мне кажется, от этого они совершенно по-особенному, с огромным уважением относятся именно к своей территории, к своей малой родине, к своему месту жительства. И я думаю, что количество, так скажем, предложений в органы власти по улучшению жизни в территории, наверное, даже больше, чем где бы то ни было. Для того, чтобы государство было сильным, его жители должны жить в мире. Общество должно помнить исторический опыт и стремиться к солидарному идеалу, в котором царит единство и братство. Одна из форсайт-сессий носила название «История учит» или «Как предсказать прошлое». Чем мы с вами должны руководствоваться, чтобы не допустить грандиозных потрясений? Солидарность, она все-таки как фундамент, это должна быть любовь. Потому что если вот любви не будет в фундаменте каких-то вот обществ, солидарности в обществе, то это потерпит как бы фиаско, крах какой-то. И поэтому, если будет любовь и понимание, что мы должны жить в правильном, справедливом обществе, заботящемся друг о друге, то вот в такой форме, я думаю, что будет добрый успех. Урал – многоконфессиональный и многонациональный регион. Представители народов Урала очень разные, но между нами нет конфликтов. Мы едины и сильны и своим многообразием, и своей любовью к родному региону. Я хочу выразить свою благодарность, что я в этом городе живу и учился, работал, и мои дети здесь. Поэтому сегодня, в пользу случаем, хочу поздравить всех жителей Свердловской области 85-летия образования нашей области. Пожелать здоровья, счастья, успехов, чтобы наша область развивалась еще дальше. А еще народы Свердловской области объединяет общая культура. Сфера прекрасного становится консолидирующим фактором в осознании того, что мы являемся одним целым и города носим имя «Уральцы». А природа родного края дает вдохновение для создания предметов искусства, прославляющих родной Урал. Реализация таких культурных проектов не менее важна для области, для ее позиционирования с культурной стороны, не менее важно, чем развитие технических технологий и другое. Потому что инвесторы приходят именно туда, где развита культура. В развитии гражданского общества особую роль играет и средство массовой информации. Ведь именно журналист является той лакмусовой бумагой, которая показывает правильность или неправильность тех процессов, протекающих в обществе. Сами журналисты – это институт серьезный гражданского общества, без СМИ гражданское общество. Да и вообще, в жизни существует журналистика – это зеркало нашей жизни и ее отражение. Поэтому колоссальная роль. Не случайно на форуме такое огромное количество журналистов, которые как работают сегодня профессионально, так и обсуждают. Вот, кстати, на фортсайт-сессиях у нас журналисты очень активные, и я этому только рад. Участники форума обсудили и проблемы, которые, как ни крути, но есть в обществе. В частности, не всегда налажено горизонтальное взаимодействие общества с властями. Все сегодня говорили, и вот на нашей группе, где мы занимались, что все равно есть разобщенность, есть, вот нет еще, вот мы были в группе, где говорилось о горизонтальных связях, то есть органы местного самоправления, все общественные организации, то есть как вот наше взаимодействие, ну, не только вот со Свердловской областью, все именно в рамках наших муниципалитетов, и поэтому, ну, как бы отмечается, что есть подвижки, в общем-то, общество, конечно, гражданское у нас появляется, развивается, всевозможные общественные организации появляются. Не только Москва не сразу строилась, для всего требуется время. И все, что называется шероховатостями, будет устранено. 85 лет для человека это много, а вот для региона нет. У Свердловской области еще все впереди. Никита Евсеев, Антон Пылает, Объектив. Итоги. Вы смотрите программу «Объектив. Итоги», и мы продолжаем далее выпуски. Уральских водителей предупредили о предстоящих снегопадах, а пока дорожно-коммунальные службы справляются с последствиями, выпавших накануне осадков. В коллективных садах в Мурзинке сгорело баня, пострадавших нет, площадь пожара составила 48 квадратных метров. Прокатил с ветерком. В Навуральский водитель вез пассажиров с открытыми дверями. Причина – поломка устройства. Минувшая неделя завершилась для огнеборцев пожаром в садах. Вчера, 20 января, в садоводческом товариществе «Мурзинская» горела баня. Площадь пожара составила почти 50 квадратных метров. Открытое пламя тушили 8 навуральских пожарных. Подробности далее. Поселок Мурзинка, как обычно, живет своей размеренной жизнью. Правда, сегодня есть повод для неотложных разговоров. Это пожар, произошедший в садах неподалеку от поселка. Вчера в садоводческом товариществе «Мурзинская», как значится оно по документам, произошло возгорание бани. Очевидцами оказались соседи по участку, которые и вызвали огнеборцев. На место ЧП незамедлительно выехали несколько автомобилей спецтехники. В садовом домике, значит, в бане пришло возгорание. Общая площадь возгорания была 48 метров квадратных. Значит, сгорела полностью баня и надворные подстройки. Причина возгорания устанавливается. Пожару была присвоена категория «вызов номер один». Этот ранг определяет сложность пожара и количество задействованной спецтехники. В тушении огня были задействованы 8 человек личного состава, 2 единицы основной и 1 дополнительной техники. Благодаря слаженным действиям распространения пожара на соседние строения, новоуральские огнеборцы не допустили. В условиях похолодания окружающего воздуха, жителям Новоральского округа, особенно прилегающим районам, хотелось бы пожелать смотреть за своим печным отоплением, за возгораниями, предупреждать, своевременно сообщать пожарную охрану о возникших неприятностях. Пожар – это всегда опасность. Это самое распространенное бедствие во всем мире. Будьте бдительны, не перенебрегайте элементарным правилам обращения с огнем, чтобы сберечь жизнь и имущество. Для новоуральских огнеборцев минувшая неделя была стабильно умеренной по количеству пожаров. Выезжали за неделю на вызов по тревоге 14 раз. Но каждое сообщение для личного состава – это риск для собственной жизни. Это необходимость в предотвращении опасности как для людей, так и для их имущества. Это мобилизация сил, навыков и умений в борьбе с огнем. Будьте бдительны, задумывайтесь о последствиях своих действий и берегите себя и своих близких. Наталья Рау, Антон Пылаев, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги. Конструирование, моделирование, логическое инженерное мышление, воображение и навык работы в команде – все это развивает в школьниках конструктор Кубора. Несколько наборов, совершенствующих абстрактное мышление, появилось в городской гимназии. Кто поспособствовал в приобретении современных конструкторов и как они помогут гимназистам в постижении наук, узнала Мария Антонова. Эта, казалось бы, простая конструкция развивает в детях навыки по черчению, информатике, математике и физике. Дети с удовольствием конструируют и подключают все свое воображение. Кубора представляет собой набор одинаковых по размеру кубических элементов, из которых можно по желанию построить какую угодно дорожку-лабиринт для шарика. Это развитие логического мышления ребенка, это развитие творческих способностей, когда дети придумывают ту или иную конструкцию, представляют ее и осуществляют свой замысел. Новые большие наборы конструктора появились в гимназии благодаря обращению к депутату Заксобрания Свердловской области Игорю Аксенову. Он отметил, что все народные избранники законодательного собрания имеют фонды в один миллион рублей. Эти средства используют на помощь учреждениям на территории своего избирательного округа. На современные конструкторы для гимназистов Игорь Аксенов выделил 180 тысяч рублей. Я вижу, что ребятам интересно, это те денежные средства, которые потрачены на благое дело. Ведь у нас проводятся соревнования не только на территории Свердловской области по конструированию из этих конструкторов, но и все российские соревнования. Я думаю, что буквально через несколько месяцев, когда ребята натренируются, они уже смогут принимать участие в этих, безусловно, интересных и нужных соревнованиях. Конструированием с одинаковым восторгом занимаются и дети, и взрослые. Кубора позволяет учащимся работать в качестве юных исследователей, инженеров, математиков и даже архитекторов. Самое интересное, что шарик катится по туннелям. Мне нравится, что мы всегда что-то новое изучаем, новые кубики. Отметьте, что конструктор был разработан в 1976 году в Швейцарии. В дальнейшем его усовершенствование и усложнение привело к тому, что теперь Акубора говорят как об эффективной методике вхождения в инженерные специальности. Мария Антонова, Дмитрий Дедюхин, Объектив. Итоги. Минувшая неделя была духовно насыщенной для новоуральцев. В канун Крещения Господня, о котором мы рассказывали в начале нашего выпуска, Новоуральск посетил владыка Евгений. Епископ Нижнетагильский и Невьянский, несмотря на плотный график, принял участие в официальном открытии выставки картин и пообщался с новоуральскими мастерами, преподавателями детской художественной школы. Чем удивили горожане владыку Евгения, расскажет Наталья Рау. Для новоуральского храма 15 января особая дата. В православном календаре это день Серафима Саровского. В честь одного из самых почитаемых православных святых и назван городской храм. На его именины 15 января в Новоуральск приезжали почетные гости во главе с владыкой Евгением. Епископ Нижнетагильский и Невьянский отслужил в храме имени преподобного Серафима Саровского утреннюю службу и пообщался с верующими. А сразу после, найдя время в плотном графике перед поездкой к губернатору, посетил уникальную новоуральскую художественную школу. «Прекрасное здание, достойное, соответствующее тому содержанию, которое, что ни в подвале, ни в каком-то приспособенном, а вот такой дворец культуры. Замечательные, светлые детские картины, взрослые. Тот и говорил о споре религии и науки, религии и искусства. А это пример того, как они могут вместе развиваться, друг друга дополнять. Искусство и вера. Когда вера освещает искусство, искусство становится прекрасным, создаются шедевры. Я бы очень хотел пожелать, чтобы здесь создавались шедевры в плане работ и шедевры в плане воспитанников, чтобы отсюда выходили прекрасные люди, прекрасные личности». Вместе с почетными гостями Владыка Евгений открыл в художественной школе сразу две большие выставки. Первая – линогравюры и гравюры на картоне «Храм в Березовой роще». Творили дети учащиеся художественной школы. Десятилетняя Алина Щеколева уверена, когда люди увидят ее гравюру, то задумаются о чистоте души. С такими мыслями она работала над созданием своей гравюры в течение полугода. «Мне это было нужно. Я хотела это сделать. Мы делали это из разного картона, разных видов». «Работа, конечно, не из самых легких. Вдохновение. Я всегда смотрела на иллюстрацию, думала, что преобразить». «Картона» – это не так уж и сложно, но все равно надо иметь очень хорошую самовыдержку, так как это очень тонкая работа, работа «Святые песнопения». То есть вот у меня ангелы, вот их трубы, которые, они поют благие вести, благие песни. Для меня самым сложным это было вот обделание этого контура всего. «Я пожелаю им терпения, самовыдержки, чтобы они не ленились делать такую работу, потому что ее можно назвать ювелирной». Работы дети начали выполнять еще летом в пришкольном лагере под руководством своих преподавателей. И вот теперь на официальном открытии выставки ребят наградили благодарственными письмами за участие в проекте «Храм в Березовой роще», направленный на духовно-нравственное воспитание новоуральцев. Выставка увидела свет благодаря поддержке администрации города, отдела культуры, Уральского электрохимического комбината, общественной палаты и прихода во имя святого преподобного Серафима Саровского. «Экспозиции получились настолько насыщенные, что они трансформировались в две выставки полноценные. И поэтому мы приглашаем всех новоуральцев посетить эти выставки». В художественной школе открыли и еще одну выставку творческого объединения по возрождению традиций древнерусской живописи уникальной иконописной мастерской «Ковчег». Сюда владыка Евгений зашел, чтобы лично познакомиться с новоуральскими мастерами и своими глазами увидеть удивительные работы в художественном ремесле, кропотливо выполненные вручную. «Эти иконы знаний, которые я реставрировал, она единственная икона, которая сохранилась. Я перевел точно по масштабам в рельеф и оттуда из чугуна». «Золотое шитье, роспись икон и другим удивительным техникам обучают здесь, в новоуральской художественной школе». Во время общения с мастерами владыка Евгений выполнил мечту преподавателя новоуральской художественной школы и пообещал помочь с учениками со всего Урала. «Вы с ним составите материал, который мы на сайте у нас поставили, который мы раздадим отцам благочинам, чтобы они... Ну, понимаете, как вот объявляется набор для точек и контакта, чтобы они ваши записали, что вы рассказали, поддержали, как записаться на эти курсы. Где-то прорастет. Это моя мечта». Выставка в честь именинника новоуральского храма во имя преподобного Серафима Саровского гостей не оставила равнодушными. Глядя на гравюры, сразу вспоминается детство, когда родился и 13 лет прожил в поселке Верхневенский в бараке неподалеку от храма. Вспоминал на встрече глава новоуральского округа Александр Баранов. «Те действия, которые были в то время с храмом, они происходили на моих глазах. Мы пацанами бегали в храме, играли в войну, когда он разрушенный был. На моих глазах горел этот храм. На моих глазах рубили вековые сосны на кладбище. И комсомольцы хотели сделать там стадион. И загнали бульдозер. И я это помню своими глазами. Видел, как бульдозер начал ровнять могилы. И когда поднялись жители поселка, возмущенные, это дело было остановлено. И когда храм восстанавливался, мы помогали всем миром восстанавливать этот храм. И, конечно, вот поддержание таких духовных традиций, это, безусловно, необходимость сегодняшнего дня. Потому что это способствует объединению жителей, объединению всех наших жителей нашей великой страны. В детстве часто посещали храм. А сегодня удается найти минутку? Да, конечно. И сегодня посещаем храм. И в это воскресенье были в Невьянском храме, который на кладбище в том храме. Потому что действительно, эта духовная жизнь, она бесценна. Духовная жизнь действительно бесценна. Об этом говорили гости художественной школы и сами воспитанники, которые вкладывали душу в свои работы. Среди сувениров от новоуральцев одной из гравюр лично владыке Евгению от души подарила Серафима Спаска. Работу воспитанницы новоуральской художественной школы с благодарностью принял епископ и увез с собой в Нижний Тагил. Я пожелаю людям, чтобы они всегда были радостными, чтобы никакая грусть не сводила их спусти, чтобы они всегда стремились к лучшему. Новоуральская художественная школа – светлый дворец. Снаружи и внутри и в таких храмах искусства уникальные работы создают светлые люди. На встрече в художественной школе владыка Евгений говорил о доброте, о красоте души и о духовно богатых людях, которые не сделают плохих поступков, а приумножать и обогащать внутренний мир и доброту очень просто, сказал епископ. Говорить человеку о том, что надо делать хорошо, когда взрослые говорят, дети, делайте хорошо, а потом взрослые выходят из класса или выходят из дома и начинают делать плохо, то они обесценивают те слова, правильные слова, которые только что произнесли. Если мы хотим воспитать доброе будущее, доброе грядущее поколение, молодежь, чтобы она была правильной, секрет очень простой. Надо постараться самому быть этим примером. Если мы говорим, что курить плохо, надо не курить. Если мы говорим, что должна быть речь чистая, без грязных слов, то, соответственно, мы должны быть таким примером. Если кратко свести, то святой Серафим Саровский, сегодня же день памяти святого Серафима Саровского, он давал очень простой рецепт. Живи сам свято, сам спасайся, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот в его жизни так получилось. Сегодня все знают его имя, стараются ему подражать. Ну, мы не должны становиться прямо Серафимом Саровскими, но подражать должны. Знать, любить искусство, свою родину, свою веру, свой город. И дети полюбят, и будут рождаться чистые, светлые души. А ведь секрет действительно прост. Нужно начать с себя, в повседневной жизни, вместо того, чтобы нахамить, в ответ взять и извиниться. Быть добрым и вежливым не только в Божьем храме, но и выходя из церкви, оставаться людьми, светлыми, позитивными и человечными. Наталья Рау, Дмитрий Дедюхин, Александр Илюха. Объектив. Итоги. А снег идет. Уральских водителей предупредили о снегопадах. Непогода затронет Свердловскую и Тюменскую области. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба Уральского управления автомобильными дорогами. По данным ведомства, в ближайшие дни в Свердловской и Тюменской областях ожидается снег. Водители попросили быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Дорожно-коммунальные службы справляются с последствиями прошедшего снегопада и в Новоуральске. В минувшие выходные в наш город, как и большую часть Среднего Урала, засыпало снегом. В каком режиме прошедшие дни отработали городские коммунальщики, расскажет директор ДКС Андрей Батраков. Клой выпавшего снега составил примерно 10 сантиметров. Днем в воскресенье и ночь на понедельник техника наша работала в режиме патрульной очистки. То есть основной выпавший снег убирался с проезжей части. Таким образом было обеспечено безопасное передвижение транспортных средств. В первую очередь это касалось пассажирского транспорта. Даже сейчас идет такой легкий снежок, который не прекращается. С утра техника вышла дочищать дороги, перекрестки. В ночь выйдет у нас тяжелая техника автогридера. Ну а так работа идет в обычном зимнем порядке. Прокатил с ветерком в прямом смысле. Сегодня утром в Новоуральске автобус 11 маршрута вез пассажиров с открытыми дверями. Поломка дверей произошла на остановке вокзал. Водитель сначала пытался сам починить дверь, но безрезультатно. В итоге полный автобус ехал по маршруту с открытой дверью. Как сообщили очевидцы, в салоне было жутко холодно. А ехать на подножке автобуса, рискуя при этом выпасть, пассажира, мягко говоря, было небезопасно. О том, какие меры будут приняты соответствующими структурами, мы сообщим в следующих наших выпусках. Вчера, 20 января, в Новоуральске отметили необычный праздник – Всероссийский день снега. Воскресный полдень на спортивной площадке физкультурно-спортивного клуба «Дружба» на Автозаводской 16 было весело и шумно. Подробнее расскажет Альбина Бабкова. Зимняя снежная забава и веселые конкурсы, катание на лыжах, снегокате, сноуборде, розыгрыш лотереи и тематическая фотозона. День снега в Новоуральске организовал спортклуб «Кедр» при поддержке городских предпринимателей. Кстати, Всероссийский день снега был инициирован Международной федерацией лыжного спорта в 2012 году. Он отмечается в предпоследнее воскресенье января. Как задумали организаторы, этот день может дать всем возможность насладиться снегом, зимними забавами и окунуться в зимние виды спорта, которые будут восприниматься не только как соревнования, но и как развлечения. Упор, конечно же, снова делается на молодежь. Таким образом, Всемирный день снега выступает своего рода пропагандой здорового образа жизни и необходимости присутствия в ней спорта. В первый год существования январского праздника Всемирного дня снега около 20 стран мира приняли участие в торжествах по поводу единства снега и спортивных состязаний. В первую очередь в этот список вошли северные государства – Норвегия, Финляндия и Швейцария. Теперь фестивали снега стали популярными и в нашей стране, в том числе и в Снежном Новоуральске. Субтитры создавал DimaTorzok На этом все. Удачного вам старта рабочей недели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок